Представители знака Зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте! Торопрогноз, гороскоп, события на пороге Марта. Давайте узнаем, каковы события с первых недель месяца и три главных события. Энергетика Марта призывает нас быть милосердней к самим себе, позволить себе право ошибаться и идти дальше. Это будет очень важно, и не только на Март, мои дорогие Тельцы, это на весь год. Преодолеть какие-то условности и проживать эмоции спокойно и осознанно, чтобы определить правильные и удобные дороги. И энергии Марта могут напоминать эмоциональные качели, увы, которые в первые пару дней месяца сначала нас могут воодушевить, а последующие два дня, наоборот, подталкивать действовать импульсивно. И ситуация выровняется только где-то к дню весеннего равноденствия, где-то 20-21 марта. И еще у нас предстоит коридор затмений, который начнется с лунного затмения в весах, мои дорогие, 25 марта. И этот баланс пробудет до 8 апреля. Это будет новолуние и солнечное затмение в Овне. И если весы – это у нас южный лунный узел, или узел прошлого, или где-то проигрывающий энергии, нам всем будет в марте не хватать дипломатии. А вот как раз с новой силой – северный лунный узел, который в знаке Овен проиграется 8 апреля. И это более импульсивные энергии. Могут нас озадачить в апреле уже, забегая немного вперед, скажу, могут озадачить некоторые метаморфозы и неожиданности. Вознаможно, мои дорогие тельцы, в течение вообще года 2024-го мы не раз изменим своё мнение. Или будем несколько раз делать какой-то выбор снова и снова, потому что могут открываться какие-то новые подробности дела. Или то, что было вчера скрыто, и мы думали, ну, как-то в одном направлении. Здесь меняется ракурс, и нам ничего не остаётся, как тоже изменить себя, изменить, ну, наше представление, может быть, и мировоззрение. Или принять то решение, ну, когда мы куда-то, к примеру, и не собирались, а тут можем собраться и отправиться. Или мы себе распланировали что-то, как тезис-план делать, а тут вот обстоятельства могут ворваться в нашу жизнь и нас перепланировать. Это в целом вот такой 2024 год. Ну, давайте посмотрим с вами, что для вас именно март месяц и первые две карты, что придёт, что уйдёт. Итак, что придёт, как видят карты? А что уйдёт? Или с чем вы проститесь окончательно? Три главных события. Позже мы раскроем значение этих трёх карт. Что же придёт в вашу жизнь, сила, мои дорогие тельцы? И для вас это прекрасно. Старший аркан. И про эмоции, если мы с вами говорим, обратите внимание, про образ нашего эго. Это лев. Девушка держит его на короткой цепочке. Вот и нам на коротком поводке, хотим мы или нет. Но, видимо, чтобы себе не навредить, эмоции придётся сдерживать. Но если мы говорим в пределах марта, сильная позиция. Это карта мага, по сути дела. Потому что энергии у этой карты холодные. Они не говорят о какой-то горячности импульса. Все импульсы мы держим при себе или сдерживаем. Или эти импульсы нужно перевести в какую-то конкретику, прагматику. Понимаете? Желаем-то мы многого. А вот реальность, она какая-то может отличаться. И поэтому быть магом и волшебником собственной судьбы. Это будет важно. Это приходит к вам. Понимаете? Поэтому сильная позиция укрепления, может быть, уже долженствующих каких-то ваших возможностей и как саморазвития или осуществлений вашего намерения или цели. Что же уйдёт? Тут у каждого в своей сфере жизни будет какая-то своя прерогатива или свой приоритет. Но в целом это старший аркан. И он нам уже говорит, это не только на март. Продолжение следует. Но от чего же вы откажетесь или что само уйдёт? Вот интересно, король мечей. У кого-то это будет связано с тем, что вы пересмотрите, может быть, отношения с человеком конкретным, который рождён под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы весы водолей, или имеет там асцендиент, или, может быть, даже, кстати, по луне. Не всегда по карте король мечей мы можем говорить о конкретном человеке. Тут нам показывают про определённые структуры, про высоких чиновников, или про какие-либо согласования, подписание документов, оформление документов. Может быть, вы уже прежде чем-то занимались, или какой-то вопрос у вас, кстати, мог стать на паузу. Наверное, здесь вы будете принимать для себя какое-то важное либо решение, либо вывод будете делать, стоит что-то продолжать, если стоит, в каком ключе. Или если это даже вопрос касается ваших отношений с конкретным человеком, тогда тоже нужно как будто определиться. Кто знает, мы с вами говорили, что проживать эмоции спокойно для того, чтобы определить правильную, более удобную, приемлемую дорогу, как жизненный путь. И, значит, даже если это личная история, то всё равно элемент обновления, он будет присутствовать. То, что было, может быть, в ваших прежних отношениях, оно уже так не работает. Как будто обновить ваши отношения, или их перевести, мои дорогие, на новый уровень. Или буквально с чем-то разобраться. У кого-то это может быть, ну, и налоговые органы, почему нет. Кто-то из вас может разбираться, ну, как вопросы по здоровью. Врачи тоже проходят по этой карте. А кто-то из вас может делать ремонт какой-то глобальный, или осуществлять переезд. Почему так говорю. Специалисты узкие, опять же, проходят по этой карте. Вот она настолько многогранна и разнолика, но объединяет всё то, что я перечислила. Одно. Рационализм и какая-то холодность суждений. Вот есть, говорят, факты вещь упрямая. Вот здесь сообразно фактом. Без эмоций вы будете действовать. От чего-то отказываться, что-то передумывать, пересматривать, как-то реорганизовывать. И всё зависит от вас. У вас сильная позиция. Как захочет телец, туда и повернёт, как будто лодку своей судьбы. Или вы закроете какую-то главу, посчитав то, что ну всё, что могло, оно уже случилось, произошло. Или продолжение следует. Ну, давайте мы узнаем. Три события «Рыцарь кубков» – это приятные эмоции, это радость, это влюблённость, это комплименты, мои дорогие подарки и хорошее настроение, если мы говорим о три главных события. Поэтому, каков бы ни был март месяц сумасшедший, турбулентный, как будто будет повод для радости, для вдохновения. Это немаловажно. И, ну, более позитивное отношение к жизни. Давайте мы с вами раскроем немного эту карту и спросим, чем дело кончится. Может быть, правда, личная история, а для кого-то, мои дорогие, новое знакомство. Или то знакомство, которое, может быть, было месяцами, днями раньше, чем март месяц, вот мы смотрим, да, какой-то новый человек. Ведь нам говорят только про эмоции по этой карте, продолжение какое-то нам не говорят. Оно может следовать, а может и закончиться у каждого по-своему. Поэтому давайте мы узнаем, может быть, у кого-то это радость по работе, потому что ваше творчество получит признание. И ведь это тоже может означать. Итак, чем дело кончится? Дело не кончится. Какая-то пауза продолжится, мои дорогие. Чем сердце успокоится? Вообще, ваши пентакли, мои дорогие тельцы, и ваша энергетика, и пусть меня девочки смотрят, а у нас король пентакли выпал, значит, вообще, ваша сильная позиция где-то нам об этом говорит. И этим сердце успокаивается, у вас все под контролем. И где-то вы будете готовы даже что-то подождать. Или, мои дорогие, вы сами можете поставить какие-то отношения на паузу. Чем дело кончится? Вы можете в чем-то сомневаться. И до того, пока я не проясню. Это как бы ход ваших мыслей, возможный ход ваших мыслей. Пока я что-то не проясню точно. Пока я не буду знать, что меня там на том берегу ждет. Или в этих отношениях меня что ждет. Или каковы условия на данной работе. Вот здесь у каждого по-своему. Но вы мыслите очень конкретно, приземленно. И для вас это очень правильно. Потому что тема номер раз – это финансы для вас, мои дорогие тельцы. Это как основа. И правда, деньги – это один из способов взаимодействия с миром. Вы как будто это уже прочувствовали. И будут деньги – значит, реализую какой-то план. И поэтому финансам вы и будете тоже уделять особое значение. Но как будто финансы что-то идет в подъем. Вас радует рыцарь кубков, тем не менее. Давайте мы посмотрим карту совет. И еще одна пентаклевая карта. Правда, тут могут быть удачные решения финансовых вопросов. Если мы говорим про ваше развитие, или ваше творчество, или ваши планы на работу, вы настроены на где-то динамику, которая в длинный период времени вашей жизни будет в конечном итоге и означать деньги. Вот так. Рыцарь Пентакли едет медленно, если мы говорим о совете. Совет, уделяя внимание мелочам. У тебя крупные вещи, как будто нам говорят, или крупные, какие-то удачные моменты, свершения, те намерения, которые вы хотите осуществить, они все равно должны быть выгодно-надежны. И они должны быть рассчитаны не, опять же, на короткий путь, а с должным вниманием, вниманием к мелочам, поскольку именно из мелочей будет строиться что-то у вас более крупное. Ну, это вообще все три карты очень соответствуют вашей настойчивости, мои дорогие тельцы, вашей целенаправленности, целеустремленности и готовности идти вперед. Вот как будто хоть камни с неба, но я свое отстрою. Или я создам то качество жизни, которое я хочу. Я найду свое место под солнцем. И что бы там ни было вокруг меня, я все равно своего добьюсь. Вот у вас и вас это радует. Вот мы говорим три главных события. И здесь ведь карта радости, вдохновения, возможностей. Но у кого-то и переезд, переезд далеко. Может быть, это как релокация офиса. На длительный срок, у кого бы тут чего ни касалось, вы будете закладывать основу собственного успеха. И, видимо, даже первые какие-то шаги. Или пусть вы этим уже занимаетесь. Значит, будет продвижение, мои дорогие тельцы. Все уверенно, надежно и вперед. Пусть медленно. Но зато основательно. В наше время, когда слово основательно, мы редко можем применить. Но вот вы как раз это сделать сумеете. И подтверждает еще одно событие. Зарабатывание денег. Шестерка Пентакли. Но и не только. Знаете, вообще это одна из лучших карт Колодина. Деньги на работу. И правда, прогресс какой-то финансовый. Если даже у вас сейчас совсем под прогрессом не пахнет. Но правда, меня смотрят люди из разных стран. С разными ситуациями. Как раз все равно вы будете решать финансовые вопросы. И прекрасное время таких их решить. Разобраться с чем-то. Либо выстроить себе стратегию, каким образом ко мне будут приходить деньги. Но тут все эти карты нам говорят о чем. Под лежачий камень вода не течет. Но это к вам редко относится. Здесь больше о людях деятельных. И есть отдача от приложенных усилий. Вы будете видеть результаты своего труда. Вот это тоже про результаты и увеличение на последующий период. Как и финансового благополучия. Так и ваших честолюбивых планов. Но вместе с этим эта карта иногда означает, как знаете, помощь высших сил. Или какие-то возможности. Единственное, что нам говорит карта. Не давай в долг. Не вкладывайся во что-то. Что ты, ну, может быть, и думаешь из лучших побуждений. Вот как по херону, мои дорогие. Но не всегда наши лучшие намерения окупаются сторицей. Иначе рука отдающего завтра будет рукой просящего. Но помощь высших сил, правда, есть. Потому что у нас здесь, посмотрите, весы изображены. Я надеюсь, это видно. Как лилия, флёрдый лис. Правда? Тут сама вселенная, мои дорогие тельцы. Пространство, время вам желают помочь. И так не всегда бывает в нашей жизни. Поэтому не упустите какие-то очень перспективные возможности, которые нужно уметь ухватить. Потом их как-то развить и сохранить. Сохранить точно. Семёрка мечей. Карта вора. Вот не случайно мы об этом заговорили. И переворачивается карта хитрости. У нас молодой человек и лиса как будто расходятся в разные стороны и оглядываются. Каждый думает о своём. Каждый предполагает, что меня могут обмануть. Может быть, вы будете в какой-то новой обстановке, когда внимание к деталям. И просто допускать, что ну как-то или я сама, или сам могу допустить ошибку. И где-то предугадать, может быть, в каком плане. Тут не совсем про гадания. Я имею в виду предугадать, когда мы можем просчитать свои шаги. Мы можем как минимум не переходить, к примеру, по непонятным ссылкам. Мы можем быть внимательны к паролям аккаунтов, к платёжным электронным системам. Мы можем быть... И карта вот всё это рекомендует. Внимательнее к сумкам своим, к движимому, недвижимому имуществу. Чтобы нас не облапошили, не обвели вокруг пальца. Вот на сохранение шестёрка Пентакли, говорит тема денег, задача номер раз. Ну и, конечно, не потратиться, опять же, в ту сторону или в том направлении, или на того человека, от которого вы ничего не получите, кроме разочарования. Давайте я сама достану карту, чем дело кончится. Ну, как-то так у меня. Ваша задача – это прогресс. Прогресс на поличной жизни у кого-то, ну, по крайней мере, на март, может ничего не меняться. Та ситуация, которая сложилась в феврале, она может таковой и остаться. Может быть, карты нам просто говорят о том, что приоритет будет, опять же, заработком, продвижению и обучению чему-то нового. Может быть, для кого-то из вас это сдача экзамена или сдача жизненного экзамена. Какой-то этап вашей жизни заканчивается. Время переходить на новый уровень. Но это потребует, возможно, новых знаний, нового мышления, увидеть мир, обстоятельства как-то по-другому, не стереотипно, как раньше. Итак, чем дело кончится? Еще одна карта, которая нам говорит. Будь внимателен, не доверяй тому, что слышишь. Первая новость, которая к вам приходит, или первая информация, это не значит, даже если она выглядит как истина в последней инстанции. Нет, по этой карте нам говорят, доверяй, но проверяй, подстраховывай себя, не создай себе какой-то ситуации, когда по прошествии времени, предположим, вы подписали какой-то документ, поставили свою личную печать, или на что-то согласились. Прошло время, и вы один на один, в одиночку будете справляться с какими-то проблемами. Может быть, заново с финансовыми проблемами. Они как будто могут повториться, увы. Поэтому и говорят, ты держись, вот эти руки, которые у нас изображены, тянутся к деньгам. Я надеюсь, это видно. Вот вы должны, ваша как будто задача для вас самих сохранить, вот и все. Не согласиться на какую-то мутную сделку, или как бы вам пафосно не преподносили какой-то вариант, как прогрессивный, или какую-то тему для продолжения вам не предлагали. Здесь будет важно все просчитать. С другой стороны, вы можете столкнуться с такими людьми. По этой карте идет бунтарь без причины, или какие-то проверяющие, мои дорогие, в марте. Могут вызвать, правда, не случайно. Король мечей у нас выпадает. Вам придется отправиться в какие-то инстанции. Может быть, у кого-то это налоговое. Может быть, еще какие-либо согласования, или вопросы. Может быть, по здоровью вы тоже что-то хотите о себе узнать наверняка. Элементарно может пройти как обследование. Мы по этой карте узнаем истину. Мы точно теперь знаем. Нам как будто совершенно необходимо знать правду и ничего, кроме правды. И она нам где-то помогает. Поэтому, если мы говорим, чем дело кончится, какая-то правда, она для вас станет явью. Чем же сердце успокоится? Карта жадина и четверка пентаклей. Это карта надежности. Это карта якоря. Это когда пылы крепкие. Это когда, ну, правда, хоть камни с неба, а у меня все хорошо. И поэтому сердце, правда, может успокоиться тем, что я все контролирую. И даже если вокруг обстоятельства меняются, или жизнь напоминает американские горки, у тельца все будет хорошо. Если он правильно распорядится тем, что дает вселенное пространство, тем, что у вас получается. Или своими деньгами, мои дорогие. Вот здесь конкретно тема денег. Давайте мы возьмем карту совет. Вот по деньгам вы будете, словно на развилке, и не один раз в течение марта давать деньги или нет. Тратиться мне на что-то или нет. Вкладываться мне или нет. И вам придется где-то и вашим, и нашим, может быть, для того, чтобы кому-то сказать «нет» по деньгам. Или самому себе сказать, или самой себе «нет». Ну, условно уговорить себя, какие-то аргументы. Видимо, будет желание где-то и потратить деньги, или расслабиться. А нам карта говорит, что в отношении самого себя и каких-то дальнейших трат, планов. Так может быть и в отношении, может быть, с вашими близкими, мои дорогие тельцы. Вам придется быть и великим дипломатом, и одновременно вот таким хладнокровным королем мечей научиться кому-то говорить «нет». Но в то же время, чтобы не было дистанции, не было конфликта. Для кого-то из вас это будет, если в плане стоял переезд, вы можете задуматься, а есть смысл мне ехать именно в этом направлении. Или вы собирались в одно место, а тут вы засобираетесь в другое. Или начнете искать информацию, что-то выбирать, сравнивать. И тогда вот нужно вот из этой двойки жезлов, как будто один жезл оставить, принять важное решение. Но это, я пока не вижу по этим картам, что этот вопрос закончится в марте. Скорее, все равно продолжение какое-то следует. И вот, пожалуйста, еще одно событие, третье, королевы мечей, это прообраз Юдифи. И мы говорим быть аккуратным, внимательным, себе не навредить. Знаете, что отличает королеву мечей? Окончательное решение, правда? И когда вы будете надеяться сами на себя, умелая работа с информацией. По этой карте у нас вот показано, что мы не должны себе навредить. Сидит милейший котик и птицы, которые порхают, летают вокруг нашей королевы. Это прообраз мыслей, информационных каких-то сообщений, может быть, новостей. Их много. И вот одна из птичек приблизилась к кошке. Кошка, мы знаем, грозный зверь. И с виду милейшее животное. Но мы знаем, что прыжок молниеносен, а когти очень остры. Не навредите себе поспешным решением. По этой карте, надеемся, повторяюсь, только сами на себя. Видимо, какой-то, как или вывод. Вот то, что я говорила, сообразно с королем мечей. Либо вывод, либо с чем-то определиться придется. И, может быть, так вот, однозначно. У кого-то все же пара. Это проиграется как в личной жизни. Давайте мы узнаем, чем дело кончится. Как захочет телец, так и будет все равно. Поскольку карта сила. Вы можете окончательно решиться на какой-то переезд. Опять же, мечи. У кого-то это может быть очень далеко. Какая-то поездка. Возможно, это как поездка такая, как проба пера. Съездить в разведку, разузнать, смогу ли я там жить. Или смогу ли я там работать. Как я впишусь, допустим, в ту местность, где я там конкретно буду проживать. Или насколько продуктивно, допустим, будет то предложение, которое мне поступило. Но вы будете готовы, словно, исследовать новую землю без карты. Это карта мужества и карта заслуженного успеха. Успех приходит к тому, кто, ну, где-то имеет, находит в себе силы идти вперед. Не ожидает, что помимо его усилий приложенных, как-то сама разберется ситуация, или откроются какие-то возможности. Или вот завтра вдруг я стану счастливым. Нет, телецы строят свое счастье вот так хладнокровно, четко взвешено. И где-то вы готовы к тому, что в любой момент ситуация может измениться. Дело не заканчивается, опять же, только продолжается. И у кого-то это могут быть как начало бизнеса вашего личного, или продвижение вашего творчества. Очень хорошо проигрывается, как работа посредством интернет. Может быть, кто-то из вас освоит новую специальность, профессию, и вы будете работать именно в сфере IT. Вот это тоже по этой карте часто проходит. Может быть, это мы учим, или вы, мои дорогие телецы, учите новый язык для того, чтобы как раз осуществить какую-то поездку, переезд. И по работе сделать себя более ресурсным, лучшим экспертом, расширить свои возможности. Вот что-то такое, надеюсь, на самого себя. Хорошо, давайте мы спросим, чем же сердце успокоится. Новые начинания, как будто точно вам уже обеспечены. И пересекается карта вот с пажом Пентакли в том плане, что обновление вашей жизни, новые возможности. Или, может быть, даже если вопрос, мои дорогие, касается переезда, предположим, по личной жизни, все же у нас король мечей, я сказала, пара выпадает в целом на весь расклад. И здесь могут быть, как встреча, воссоединение семьи. У кого-то и так может проиграться, почему нет. Когда вы съедетесь вместе, им, может быть, какие-то вопросы, чем сердце успокаивается. Что-то определяется с вашими детьми, такое тоже может быть. Или для кого-то из вас обновление в отношениях. Я бы сказала, несмотря на мечевые карты с учетом короля мечей, тут вы со своим партнером даже можете быть, словно в других энергиях совершенно, если это для кого-то актуально. Давайте мы спросим карту совет. Ну, помимо пажа Пентакли, еще выпадает паж Жезлов. И это сам по себе импульс. Не крупная карта, но когда мы можем принять вы, мои дорогие, окончательное решение. Знаете, я не могу сказать, что эта карта говорит о каком-то прогрессе или о ваших далеко идущих планах. Давайте мы, тем не менее, такие карты пажа Жезлов явно недостаточно как совет. Что же как совет? Но это вы сами выпадаете. И не важно, что меня сейчас смотрят мужчины. Энергетика этой карты такова, что королева Пентакли, она создала себя сама. Она всегда изображена во всех колодах Таро, среди райского сада, который создала по преданию своими руками. Это та, которая из своей мечты, назовите это сказку, назовите это цель или намерение, она создаёт конкретику материальную. Она воплощает свои мечты в жизни. И поэтому по этой карте тоже нам говорят о сильной позиции. Раз. И есть еще один момент, если, как мы говорим, карта совет, королева Пентакли из хаоса умеет создать порядок. Значит, вот какой-то вы свой порядок, может быть, совершенно новый или в новых условиях, вы будете отстраивать в течение марта, с чем-то определяться. Но вы не поставите себя на второе место. И это правильно. Ваше место на пьедестале, как будто мои дорогие тельцы. И с этого начался наш прогноз. Какое-то ваше намерение, вот как вы захотите, так вы будете поступать. Но есть возможность, даже то, что вчера было как будто не определено, или было непонятно, каким образом поступить, вот здесь будет уже совершенно отчетливо и ясно. По крайней мере, в одной из сфер жизни, в частности, деньги. Пора выгругливать на обгон. Правда, вы можете постепенно набирать в течение марта темп. И хоть нам и карты не сказали, что это будет спокойный период времени, но вы, мои дорогие, останетесь довольны. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.